В эфире информационная программа события. Здравствуйте, в студии Айгур Зиганшина. В Самаре напротив третьей очереди набережной горит остров, предположительно зеленая роща. Сильный дым виден из разных точек города. Соцсети запланили снимки, сделанные очевидцами. Как сообщили в пресс-службе областного МЧС, на месте работают спасатели. Для устранения огня используют катер с мотопомпой. За последние дни из-за сухой и жаркой погоды в разных регионах страны произошло более 170 лесных пожаров на площади 82 тысяч гектаров. Несколько из них случилось и в Самарской области. В основном горит сухая листва. Жителям напоминают соблюдать правила противопожарной безопасности, не разводить костры, не сжигать сухую траву на дачных участках, не оставлять свалки горючих отходов. В Самаре весь мусор, в том числе и сухую листву, собирают в пакет и вывозят на полигоны. Кроме того, на улицах города работает поливомоечная техника. Фотоотчеты о генеральной уборке города ежедневно публикуются в Твиттере муниципального предприятия благоустройства. Наряду с сотрудниками коммунальных служб на уборку выходят горожане, причем все больше жителей занимают активную позицию, берутся за грабли и метлы. В микрорайоне «Крутые ключи» призывают соседи помнить чисто не там, где постоянно убирают, а там, где не мусорят. На традиционный средник вышли порядка 150 местных жителей. В микрорайоне «Крутые ключи» и вопросы уборки поставлены круто. Обязанности четко распределены. Женщинам грабли, мужчинам лопаты. Дмитрий Дитман со штыковой или совковой справляется на ура. Опыт, говорит, большой. У нас есть дачи. Каждую весну мы убираем, копаем. Поэтому копать я умею. Когда пригласили нас на средник, я сразу подумал копать. Копать, конечно, не тяжело. Выйти, приукрасить свой район, чтобы было чисто, красиво, деревья, чтобы цвели. Привести в порядок свой микрорайон вместе с сотрудниками управляющей компании вышли и жители. Вместе веселее, да и быстрее в несколько раз. Жалуются только на безответственных жильцов. Но активисты готовы проводить с ними воспитательные профилактические работы, чтобы не мусорили впредь. Чисто там, где не мусорят. Но жители несознательные. Многие жители несознательные. И с окон выкидывают, и в мусорку кидают. Поэтому с этим бороться. Постараемся, активисты, общественники решать, будут разговаривать с людьми. Несколько очередей микрорайона «Крутые ключи» в администрации района обещают привести в парадное состояние уже 18 апреля, в грядущий общегородской субботник. После чего приступят к наведению марафета и лоска. Приступят к высадке цветов. Это уже ближе к майским праздникам, то есть это конец апреля. Если граждане проявляют свою инициативу, и по саженцам они могут обратиться как в администрацию района, так и в управляющую компанию по месту жительства. Марина Кравцова, Мария Анна Мирная, Артем Сулайманов. События. Свою лепту в общее дело наведения порядка в городе вносят и предприниматели. Сотрудники торговой галереи в Кировском районе уже давно поняли от покупателей, не будет отбоя, если товар выставлен на чистом прилавке, а территория вокруг торговой точки убрана. Рабочий день в торговой галерее на пересечении улиц Старозагора и проспекта Кирова начинается еще до того, как подъедут машины со свежими продуктами. Ответственные за порядок в начале рабочего дня наводят чистоту на территории рынка. А вечерами каждый продавец сдает свое место администрации, предварительно приведя его в порядок. Говорят, и самим в таких условиях работать сподручнее. Если будет чистота и порядок, красиво, люди будут тянуться, даже проходят, увидят сначала красоту, а потом уже смотрят продукцию, пробуют и возвращаются, покупают. То есть у нас постоянные покупатели уже есть. Мясо без чистоты – это как? Это прежде всего чистота, это санитарное состояние. Не будет санитарного состояния чистоты, естественно, к тебе не подойдет ни покупатель, ни любой другой человек. Если чисто и аккуратно, конечно, прежде всего люди идут на чистоту, на красоту, на порядок, на отличное санитарное состояние. На призыв выйти на субботники предприниматели откликнулись с энтузиазмом. Сотрудники торговой галереи и сами во время общегородской уборки свои силы утроили. Более ста торговых мест под контролем чистоты круглогодично. На весеннее наведение порядка охватывает и территории, прилегающие к объекту. Нужно отремонтировать ограждение и убрать прошлогоднюю листву. Работа у нас ежегодно такая проводится, после зимнего периода, наведение чистоты, порядка. Каждая, наверное, организация за свою территорию, которой она отвечает, отвечает и за порядок на этой территории. Это не новая работа, она ежегодная. И каждый год, когда месячник по благоустройству проходит, мы с удовольствием принимаем в нем участие. Все неравнодушные жители Самары могут принять участие в общегородском субботнике, который состоится в эту субботу, 18 апреля. Анастасия Зубарева, Максим Гусев, События. Незаконно установленные киоски в Самаре ликвидируют. Почти 90 точек торгующих алкоголем планируют убрать до 6 мая. Об этом заявил начальник областного главка Сергей Солодовников. Полиция работает в тесной связке с городскими властями. Благодаря совместной работе незаконные ларьки убрали с улиц Мариса Тереза и Аэродромной. Киоск на улице Мариса Тереза в Самаре. На вывеске крупными буквами «Закусочная». Но торговали здесь, как выяснилось, не только закуской, но и выпивкой. В ходе рейда полицейские изъяли несколько сотен литров пенного напитка. У нас все документы есть, не переживайте. Уйдите, пожалуйста. А лицензия тоже есть, правильно? Тяжело. Лицензии здесь не требуется. Это пункт быстрого питания, закусочная. Она не требует стационарного помещения. Хозяйка ларька ошибается. По закону, вступившему в силу в январе 2013 года, продажа алкоголя, в том числе и пива в нестационарных объектах, запрещена. В считанные минуты киоск цепляют краном и увозят на спецстоянку, а на предпринимателя составляют протокол. Та же участь ждала киоск на Аэродромной, в котором тоже незаконно торговали алкоголем. В прошлом году отсюда уже убрали более 20 незаконно установленных киосков. Мы уберем до 6 мая все киоски, которые существуют здесь. Независимо от того, кто бы не способствовал тому, чтобы они продолжали стоять. Мы это сделаем путем нашей воли и характера. Заведения, торгующие алкоголем в жилых домах, тоже ждут перемены. Их будут перепрофилировать. Александр Ратников шагает в ногу со временем. Раньше он держал рюмочную, теперь здесь торгует текстилем. Надоели уже эти проблемы и все остальное, то есть и проверки, и все, и мы решили перепрофилироваться спокойно в нормальных, то есть хороший бизнес. Уже 3050 рублей выручка за час. Торговые сети просто перепрофилировались. И сегодня здесь чисто, спокойно, и сегодня они видят здесь граждан, а не люмпинов и маргиналов. И так мы сделаем со всеми первыми этажами. Кто нас не поймет, мы заставим и найдем возможность их переубедить. Местных жителей такое решение радует Нина Липенского, не скрывает эмоций. Мы так обрадовались, ну наконец мы вздохнем. Мы очень рады. Я думаю, что здесь все это приживется. До 6 мая в Самарской области планируют убрать почти 90 незаконных киосков. Кроме того, Сергей Солодовников планирует встретиться с самарскими предпринимателями и обсудить с ними вопросы перепрофилирования. Павел Баймаков, Станислав Левин. События. Во время генеральной уборки города особое внимание уделяют состоянию стройплощадок. Специалисты городского департамента строительства и архитектуры совместно с представителями административных комиссий и городской административно-технической инспекцией проверили строящиеся объекты в Красноглинском и железнодорожном районах. О содержании стройплощадок, как выяснилось, заботятся не все. Специалисты обращают внимание на некоторые недоработки. Где-то отсутствует щит с информацией о застройщике, где-то нет ограждения опасного объекта. За такие нарушения ответственных наказывают рублем и обязуют устранить нарушения в короткие сроки. Сейчас проводится месячник по благоустройству, задача которой привести город в красивый вид и подготовить к празднованию 70-летия Победы Великой Отечественной войны. Еженедельно выезжаем рейды в связи с месячником по благоустройству. Практически протоколы бывают каждую неделю или какие-то замечания, но контакт у нас есть с подрядной организацией, с самими застройщиками. К работе подключаются и инспекторы ГИБДД. Водители и спецтехники штрафуют за то, что те выезжают с территории стройки, не помыв колеса. В общей сложности в ходе рейда специалисты городского департамента строительства проверили 6 стройплощадок. Грубых нарушений не выявили. Чтобы застройщики и подрядчики привыкали жить и работать в чистоте, 18 апреля в день общегородского субботника их также обязали выйти на уборку города. Кроме того, на этой неделе в Самаре стартует и комплексный ремонт дорог. Городских магистралей в этом году отремонтируют больше, чем было запланировано изначально. На оперативном совещании в мэрии в список вынесли еще несколько объектов. Также глава администрации поручил пересмотреть сроки работы и завершить весь ремонт как можно скорее. Полумерами не обойдутся. Два шоссе – Южный и Заводской – отремонтируют комплексно. На Южном работы начнутся уже на этой неделе. Всего на этот год запланирован ремонт 12 городских дорог, 60 внутриквартальных проездов и разработка документации на ремонт двух путепроводов и одного моста. Из областного и городского бюджетов на это выделено более 850 миллионов рублей. Большинство работ начнется в мае, но в некоторых местах только летом. Сроки надо пересматривать и разговаривать с теми, кто победит в конкурсах, на предмет того, чтобы ускоряли проведение работ с сохранением качества. Основные работы должны проходить в ночное время, суток, для того, чтобы это не влияло на трафик. С тем, чтобы дополнительных неудобств горожанам не создавать. Кроме того, глава городской администрации распорядился включить в перечень дополнительные объекты. К примеру, тротуар от моста через реку Татьянку до поста госавтоинспекции и участок улицы Медицинская. Также список пополнят улицы Майская, Гастелло, Фрунзе, Главное, Пугачевский тракт и Новокуйбышевское шоссе. Мэр Самара обратил внимание подчиненных на то, чтобы ремонт дорог производили уже после ремонта подземных коммуникаций. У нас там один вопрос будет только по улице Маяковского. Они в этом году не успевают в полном объеме перекладку сетей провести и будут разбивать ее на две части этого и следующего года. Но будем индивидуально подходить по этой улице к ремонту. Дается срок, когда сети должны быть приложены. Если сетевые компании не укладываются в эти сроки, мы им не будем разрешать вскрывать дороги. Пусть, я не знаю, там выполняют какие-то сверхзатраты подземные, чтобы эти сети протянуть. Но так не пойдет просто. Планировать ремонт дорог в отсутствие, скажем, планов сетей, сетевых компаний, ну просто разбазаривание денег. Мэр поручил департаментам благоустройства и ЖКХ в кратчайшие сроки составить план-схему по перекладке сетей в городе на три года вперед. Олег Фурсов добавил, что ответственность за несоблюдение этого плана будет лежать на чиновниках. Марина Матвеевична, Максим Гусев, События. Серьезные испытания у частных коммунальщиков до конца апреля все управляющие компании должны пройти обязательное лицензирование. Разрешительные документы уже получили более 60 организаций. Четыре не прошли испытания. Четыре управляющие компании города лицензирование не прошли. У кого-то оказалось слишком много долгов, у кого-то подкачала техническая база. В их управлении сотни домов. Жители обеспокоены. Как теперь быть с коммунальными платежами? Специалисты госжилы инспекции разъяснили, управляющие организации, даже если их лишили лицензии, продолжат обслуживание многоквартирных домов до тех пор, пока не появится преемник. Либо ТСЖ, либо другая управляющая компания. До того момента, пока не появится новый преемник, пока не перерадут все техническую документацию и передают непосредственную передачу многоквартирного дома, до этого момента прежняя управляющая организация является лицом и ответственным за содержание дома, и она вправе получать деньги за свою деятельность. На получении лицензии контроль за управляющими компаниями не закончится. Лицензионная комиссия выбрана на три года. В течение этого времени специалисты будут проверять работу компаний, которые получили лицензию, принимать квалификационные экзамены и рассматривать заявления новых управляющих организаций. Спрос теперь будет больше. Если лицензирование компания прошла, это не значит, что можно расслабиться и работать спустя рукава. Штрафами отделаться тоже не удастся. Госжилинспекция может лишать управляющую компанию право управления домом после двух нарушений, признанных судом. После потери 15% домов лицензии лишают. Процесс лицензирования сделан для того, чтобы сознание управляющих компаний изменилось, и они повернулись в сторону собственника. То есть не они главные в этом процессе, а собственники главные, потому что они платят деньги. В Самаре появится и муниципальная управляющая компания. Планируется, что эта организация примет на себя обслуживание многоквартирных домов, которые останутся без управления и содержания, если их компания не пройдет лицензирование. Все видят, а как палочка-выручалочка должна появиться муниципальная компания. Не надо этого. Она, может быть, должна быть одна на подхвате или две в миллионном городе. На подхвате вот те ситуации, которые проходят, подхватывая, когда дома уходят, входит нормальная управляющая компания и в добрый путь. Она, как вот аварийная бригада, должна работать. Всего в комиссию на получение лицензии подали заявки более двухсот организаций. До начала мая лицензирование должны пройти все работающие в городе управляющие компании. Лариса Шлафаст, Алексей Золотенков, События. Главная интрига в мире самарского образования раскрыта. Названо имя победителя регионального этапа конкурса «Учитель года-2015». В этом году в конкурсе профмастерства в общей сложности участвовало порядка 700 человек. В финал вышли только пятеро. Победитель Сергей Кочерешко с гордостью распахивает дверцу машины для жены. Еще в день свадьбы они договорились, что он всегда будет помогать ей сесть в машину. Автомобиль, приз за победу в конкурсе «Учитель года», не стал исключением. Машина у меня есть, причем тоже калина. Но в связи с тем, что мы не так давно вступили в брак с моей женой, она сейчас только учится на права, и я думаю, что это будет ей хороший подарок к рождению нашего ребенка. Ключи от автомобиля и нагрудный знак «Учитель года Самарской области» вручил Сергею Кочерешко губернатор Николай Меркушкин. Учитель истории и общества знаний Самарской гимназии номер один стал победителем областного этапа конкурса. За звание лучшего учителя губернии боролись 20 участников. Педагоги демонстрировали профессионализм в разных испытаниях. Визитная карточка, урок в незнакомом классе, круглый стол на заданную тему. Мы можем на самом деле в итоге сделать так, что вот эта наша энергетика самарская, я скажу так, дух, самарский учительский дух, может быть, образовательный дух, он будет давать еще более значимый результат. Сейчас идут всероссийские олимпиады. Мы уже имеем четыре первых места в Самарской области. Четыре первых места. И это только начало. Лауреаты и финалисты конкурса получили денежные призы и признания среди коллег. А победитель – право представлять Самарскую область во всероссийском конкурсе «Учитель года-2015». Марина Матвеевична, Сергей Баскин. События. Тем временем в столице региона полным ходом идет подготовка к летней оздоровительной кампании. Профильная смена в лагерях, спортивные и культурные события. Скучно школьникам на каникулах точно не будет, а родители могут быть спокойны. Досуг их детей четко организован. О том, когда можно начать бронировать путевки и сколько они будут стоить, смотрите в нашем следующем сюжете. Детские путевки в летние лагеря можно будет забронировать на сайте «Супрема» уже 17 апреля, а также 18 и 21. В доступе 16 тысяч путевок. Их количество еще увеличится. Для детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, путевки останутся бесплатными. А вот для всех остальных в этом году родительская плата вырастет до 30-50% от стоимости путевки. И составит от 3,5 до 5 тысяч рублей за отдых в летнем загородном лагере и 9 тысяч в лагере санаторного типа. Мы уже где-то с месяца назад обратились в Федерацию профсоюза Самарской области, в Союз работодателей, с возможностью, чтобы рассмотрели с работодателями возможность вот эту родительскую плату частично хотя бы оплатить за счет работодателя. Листы уведомлений, по которым можно будет получить путевки, будут выдаваться в МФЦ, а также в центрах семья Красноглинского и Куйбышевского районов. Всего на летнюю оздоровительную кампанию из городского и областного бюджетов выделили более 189 миллионов рублей. Эти средства пойдут на организацию отдыха в лагерях дневного пребывания и профильных выездных смен, на теплоходах, в палаточных лагерях, на военно-полевые сборы, а также на проведение соревнований на площадках по месту жительства. Особую значимость, конечно, имеет эта форма, потому что обеспечивает в течение всего летнего периода постоянную занятость большого количества детей и подростков и является совершенно доступной для всех категорий населения. Лето подростки могут провести и использовать для дела. К примеру, устроиться на работу или принять участие в общественно полезной деятельности при школах, благоустроить школьные дворы, заняться озеленением. Хочу обратить внимание особенное на безопасность детей во время пребывания в лагерях всех форум организации и собственности. Это безопасность продовольственная, безопасность физическая, безопасность культурная даже в некотором смысле. Летняя оздоровительная кампания рассчитана на 97 тысяч детей. Это на 5 тысяч больше, чем годом ранее. Планируется, что она охватит 95% всех учащихся в городе. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. И у меня на этом пока все. Телефон редакции 202-11-22. Наш сайт samaragis.ru Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложение, смотрите телеканал Самарагис на экранах смартфонов и планшетов. Всего доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале Самарагис. Экс-министр финансов Алексей Кудрин считает, что надо поднимать пенсионный возраст до 65 лет. По его мнению, российской экономике предстоит выбор между повышением пенсионного возраста и увеличением налогов. Кудрин считает, что повышение пенсионного возраста позволит не только снизить нагрузку на бюджет, но и сгладить последствия демографической ситуации. Накопительная пенсионная система, по мнению экс-министра финансов, должна стать ключевым фактором экономического роста в условиях санкций. Вообще-то разговоры о повышении пенсионного возраста говорят о том, что правительство со своими обязанностями не справляется. Причем как нынешние, так и то, в котором работал Кудрин. Авиабилеты на международные рейсы в ночь со вторника на среду подешевели на 10,4%. Об этом сообщила Международная ассоциация воздушного транспорта. Это связано с ростом курса рубля по отношению к доллару США. Снижение цен на авиабилеты продолжается уже восьмую неделю подряд. Российский фондовый рынок открылся разнонаправленным движением котировок. Индекс РТС в первые минуты торгов вырос. Индекс ММВБ снизился до 1644 пунктов. Лидеры роста – бумаги «Полюс золота», «МТС», «Фармстандарта», «НМТП» и «КамАЗа». Среди лидеров падения – акции «Мечила», «Норникеля», «Хуралкалия», «Лукойла», «Северстали» и «Алроса». Торги на российском рынке открылись на фоне укрепления рубля и восстановления нефтяных котировок, а также преимущественно позитивной динамики азиатских площадок, отыгрывающих статистику из Китая. Торги в Европе и США завершились разнонаправленным движением котировок. Курс доллара на 15 апреля – 51,97 рубля, курс евро – 54,83 рубля, золото стоит 1990 рублей за грамм, серебро стоит 26,87 рубля за грамм, цена нефти марки «Брент» – 60 долларов 84 цента за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. На чемпионате России по плаванию среди паралимпийцев самарцы завоевали 19 медалей. Золото Константина Трусова на 100-метровке вольным стилем. Он побил рекорд более чем на 30 секунд. На полтиннике первый Сергей Сухарев. Кроме того, у него еще 4 серебряные медали вольным стилем, брасом, комплексом и на спине. Поэтому именно ему доверили водную дорожку на чемпионате мира. В результате сборная Самарской области заняла 10 место из 40 и в ее активе 2 чемпионских титула, 10 серебряных медалей и 7 бронзовых. Пляжные крылья Советов перед стартом международного турнира провели товарищескую игру со сборной Казахстана. Самарская команда одержала победу со счетом 2-1 благодаря дублю Александра Зенова. На международных соревнованиях за медали кроме крыльев сыграют 12 команд из пяти стран России, Казахстана, Польши, Молдовы и Белоруссии. Спортинг интересуется 15-летним нападающим Тольяттинской академией футбола Егором Галенковым. Профессиональный клуб – один из самых титулованных в Португалии. 18-кратный чемпион, 15-кратный обладатель Кубка и 7-кратный обладатель Суперкубка страны. Сейчас Галенков тренируется в спортинге, но в новом сезоне игровую практику он начнет в Тольяттинской ладе. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok